блиц вопрос и близ ответ в три минуты вложимся я сегодня с алексеем сегодня ответим на вопрос про шраги про шраги на трапецию какие есть вариации упражнений на трапецию от алексей ты же не делаешь практически ничего я практически не делаю почему практически не делаю или не делал потому что я травмировался очень сильно как я травмировался сейчас покажу сейчас кстати лёха будет у меня этим модель моделью да я буду показывать как надо делать и как не надо первая вариация у нас самая простая классическая это шраги с smith машине можно делать также со свободными весами но перед собой да вот давайте посмотрим как движется анатомически наше тело что происходит значит ручки должны быть прямые локти выпрямлены абсолютно так штанга идет вдоль бедра и подтягивается максимально вверх то есть вот трапециевидная мишка трапециевидная мышца которую вы спрашивали вот она работает то есть это самое положительное самое нормальное положение для накачки именно этой мышцы но вариации такие я бы попросил легку сделать немножко побыстрее лишь а почему я объясню за среди банки уже раскачал bodybuilding после 45 кстати мы потом снимем отдельный выпуск окей но хватит посмотрите переварять вот возьми за штангу я сейчас просто покажу здесь вы какой вариант если он поднимает высоко то что происходит и идет вертикальная нагрузка на позвоночник это очень опасно почему потому что компрессия на позвоночнику того кого травмы позвоночные межпозвонковые грыжи не советую это делать ваш рано или поздно у вас компрессия пойдет и грыжа выдавится так это два второе здесь здесь ромбовидная мышца она если у вас слабо развита то она не будет предохранять ребра есть такая мембрана межреберная которая иногда бывает невралгия знаешь да защемление тоже можно получить защемление если вы недостаточно физически готовы окей а так это самый ходовой теперь попробуем вариант обратный то есть вы наверное видели что делают обратным хватом сейчас я у лёши спрошу как он ощущает вот этот вариант а покажи пожалуйста сбоку этот кеф вот отсюда смотри движение окей вот видите разнообразие ну что скажешь комфортнее так или нет совершенно правильно почему нет потому что если мы ставить остановимся он станет еще раз этот вариант просто возьми не снимаю то есть то есть смотрите у нас передний пучок и у нас плечи по природе они поданы вперед соответственно трапеция и крепится к плечевому суставу именно работает совершенно верно вот это положение самое оптимальное самое рабочеспособное для накачки трапеции вот почему я не советую например медленные движения делать потому что это укрепляет связки и как бы сил это силовое движение но если мы хотим прокачать сильно опять-таки закислить мышцы то я бы советовал немножко побыстрее но у каждого своя система каждый делает по-разному сейчас мы отключимся и покажем последний вариант с гантелями и так это блиц блиц ответа вот вариант работы шраги с гантелями здесь по 16 килограмм то есть тот же принцип но что здесь хорошо что здесь можно руку отвести к плечу то есть не надо выворачивать вперед и тогда более есть самое естественное положение это вот это с гантелями потому что руки идут вдоль пояса фиксированной руки да 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 и то есть идет вдоль тела то самое оптимальный вариант а есть еще вариации делают вот здесь а ну она соединить это практически то же самое что со штангой но не очень удобно да то есть ну а теперь вопрос к алексею какой вариант шрагов тебе самое продуктивное с гантелями и так ответ от профессионала шраги с гантелями самый продуктивный это был папа смит алексей черкасов до следующей встречи идите в жопу пока а